Послание сквозь время. Памятная капсула благополучно заложена в основании будущего парка в жилом комплексе Восточная Европа. Аллея героев народа станет рукотворным символом благодарности потомков всем людям, участвовавшим в Великой Отечественной войне. Мы создаем не только благоприятные условия в нашем районе, но и оставляем память после себя, создавая зеленое будущее нашего района для последующих поколений. Я говорю вам спасибо за то, что вы начали даже не процедуру в селении заселения микрорайона, а духовную процедуру в первую очередь. Я думаю, что она позволит здесь людям обрести тот фундамент духовный, который необходим нам всем. В жилом комплексе Восточной Европы в сельском поселении Медвежье-Озерское на данный момент возводится 9 жилых домов, в первую очередь строительство. В перспективе еще 16, а также возведение социальных объектов. Последний находится на контроле у руководства района. То, что там строится микрорайон, это очень важно для развития территории. Так как если территория не стоит на место, появляются новые люди, появляются новые рабочие места, появляется новый социальный начал, новый социальный объект. Мы вообще-то поддерживаем подобного рода малодажную застройку, потому что они будущие. Также руководитель районной администрации посетил фермерское многопрофильное хозяйство «Ромашка». Здесь выращивают плодово-ягодные и садовые культуры, а также занимаются разведением птиц и рогатого скота. Мы выращиваем всю цветочную, овощную рассаду, деревья, плодовые, декоративные деревья, хвойные деревья, также рыбалка, птицы. Все в комплексе. Птиц не такой большой, если на общий год взять, то полтысячи где-то. А если по деревьям, однолетняя рассада около 100 тысяч. Яркий образец того, что на трех с половиной гектар можно сделать столько добрых и полезных дел в плане сельского хозяйства. Сколько продукции можно выращивать, сколько клиентов имеет эта фермерская хозяйство для того, чтобы обеспечить фермерской продукции с хозяйственной. Еще раз говорю, в России сильно талантами. Дарья Заснегова, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».